Команды по закупке Ну, в принципе, ничего такого нестандартного Блейд с диффузами, три армора Есть два набора гранатов электроника и блейда Ну, например, если сравнивать с командой Тенгри То казахи строго на арморах отыгрывают пистолеточку Никакие гранаты, никакие диффуз киты парням не нужны А вот у комбит Е-спортс есть небольшой сюрприз Это Тег девятый в руках Мол Хуч пожертвовал Купил пистолет тиммейту Сам остался без армора, но при этом докупил дымок Ну, как по мне, в пистолетном раунде там не так много позиций Где можно разыгрывать этот Тег Это либо ты в зелень там в упор можешь подобраться Либо вот как раз выходить на Б и пробивать этим Тегом вражескую команду Ну, а опять же, на Б тоже довольно рискованно Там могут быть Юспы, которые принимают издалека И, в общем-то, посмотрим, к чему все это дело приведет Пока что мы наблюдаем за всей этой перетяжкой Ты же знаешь, насколько шально этот девайс Он может удивить и поставить какую-то невероятную плюху на любом расстоянии Даже в прыжке Итак, 45 секунд до конца этого раунда Гамбиты по-прежнему медлят И только сейчас начинают свой выход на закрытый план Флипы принимают издалека на 4 Юспа Конечно же, не нужно давать лишних, даже минимальных шансов своих соперников Не залетает у Маркелова Очень долго он пытался уничтожать соперника Чудом выживает Адрен в этой ситуации Итак, Вейлендер дорабатывает по худчу Ну и, в общем-то, пока что большинство за командой Флипсайд И есть минус от Марика, битый Адренчик И тут очень сложно будет Гамбит, но бомба установлена Ну вот, единственное, чего сейчас не хватает Гамбитам, это коктейля Молотова Который можно спокойно набросить на бомбу и как-то попытаться предотвратить ее разминирование Ну что за небольшой фейк-дифуз, Маркелов, Вейлендер, Электроник Просто идеальный пистолетный раунд в исполнении Флипсайд Тактикс Ну вот, начиная с сайдпика, пока еще ни одного минуса Гамбит не могут сделать Да, на ножах подчистую, на пистолетах подчистую Но видно, что флипы настроились серьезно на победу в этом матче Ну, либо что-то не так в Гамбит Подожди, а вот об этом еще рано говорить Об этом... Да Читайте в новостях через недельку Тафа запускает инсайд Фух Итак, что делают Гамбит? С учетом того, что поставили бомбу, не стали закупаться в этом раунде Проводят раунд на пистолетах Он опасен, но не настолько В следующем, даже несмотря на результаты этого, у Гамбитов будет закупка Это факт Ну, в принципе, ребята умеют работать с Дезерт Иглов Доси, Адрон могут действительно удивить своих соперников Доси нам уже показывал в предыдущем матче, как он тащит форс-раунды с этого девайса Да, чего стоил момент на Кобблстоуне Три сумасшедших минуса от Доси Ну, казахи действительно были максимально удивлены Просто мы понимаем, что такое флипсайт Это ребята, которые действуют четко по заготовленному плану Никто не выходит там на лишние перестрелки Очень редко кто-то делает что-то не так, чего требует Блейд И очень дисциплинированная, очень сложная команда, которая умеет замыкаться, закрываться И очень тяжело всегда играть с таким стилем И в атаке они вязкие, медленные, хотя местами взрывоопасные Перебью тебя на секундочку Да, грамотно электроник смещается, заходит в спину Даура и спокойно его забирает 2-0, флипсайды лидируют в этом матче, но Могут зафорситься еще раз Там будет полноценный бай У Гамбит и Спорт сейчас будут АК-47 с арморами А вот у флипсайд действительно с этим будет огромная проблема Там девайсов просто-напросто нет Тут еще вопрос, кто тут форсится Ну, да, вот глядя на закупки, несмотря на то, что флипсайды до этого раунда выигрывали Именно их закупка выглядит как форс Не обратил внимания, кстати, на арморчики Да, действительно хорошая, хитрая закупка от Гамбит И самое главное, что выбили очень много пушек из рук соперников Ну и теперь все в руках, Гамбит Можно переворачивать этот матч Да, это супер реальный шанс для того, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу Для этого надо показать действительно хорошую заготовку Вроде бы по гранатам, ну, не сказал бы, что все так хорошо Тем не менее, один дым, три флешки Это те гранаты, которые могут позволить Гамбитам сделать какой-то раунд Можно тап на секундочку Ну вот То есть, мол, и хочешь Ворд-эдит просто, вот, видишь 2.500 остается, экономит себе на АВП Ну, очень такой тонкий момент Играть с пистолетом в этом раунде Ну, увидим, к чему это все приведет Итак, Адран выходит, выходит апдаун Уже сразу два минуса Минус Блэйд, минус Вейлендер Просто моментально продавили Гамбит Своих соперников Доси Вот и пистолет отходит на тот свет Да, как-то, как-то вообще у флепсайдов в этом раунде ничего не заходит Электроника и Мархела вдвоем против пятерых Есть минус от Марика Небольшая ошибка от Доси Вот не знаю, насколько нужно было там давать гранату Минус от Электроника И посмотрите, это будет жесткий провал, если проиграют раунд Гамбит Да, вот теперь надо максимально аккуратно стоять на позициях И не давать оформлять четкие выбивания Ну, все хорошо, бомба стоит, прикрывает ее Гамбит и Спортс Минус два от Моу И есть переворот по экономике Ну, чувствую, жесткий финал у нас будет здесь и сейчас Согласись, по-хорошему, вся ключевая работа была проделана во втором раунде Карст и Трейн Вот как раз-таки Адран и его три минуса с Дегла сделали, ну, огромный внос победу в третьем раунде Согласен с тобой на тысячу процентов То, что Адран, ну, это только начало На самом-то деле он показывает хорошую форму на этом чемпионате Очень хорошую, как ты и говорил Многие считают этого парня самым недооцененным игроком в СНГ Ну, и теперь уже все в руках Гамбит и Спортс Теперь они будут задавать темп этому матчу Ну, и все-таки в World League-то есть Дегл Ну, с учетом того, что у Гоши и в прошлом раунде оставались деньги в запасе Так называемая заначка от Гоши была припасена на следующий раунд Уже на закупке Flipside Tactics с вероятностью на 90% мы увидим снайперскую винтовку Без армора, либо с первым И вот, кстати, аналитики тоже говорили очень важную вещь по поводу того, что на трене будет максимально важна снайперская дуэль Сможет ли World Edit переиграть Моу? Ну, или наоборот? Ну что же, адрес пошел вперед, старанчиком хорошо работает Смак 10 уже, минус 2, здесь и третьего можно зацепить в коннекторе, но не лезет на рожу Он видит и второго игрока на верхней волне В общем-то, все спокойно Вот-вот с Гамбит сравняют счет в этом матче 2-2 Без потерь заканчивает раунд Гамбит и Спортс И ты абсолютно прав, счет равный Ну, и вот теперь самое интересное начинается У Гоши уже появляется снайперская винтовка Как мы, ну, пытались предугадать Гоша без этого девайса на ружейные раунды не особо хочет отыгрывать Отсутствие армора его ни капельки не смущает Главное прицельно точно делать свои выстрелы Такая дохленькая немного закупочка у флипсайд Ну, а что делать? Нужно, конечно, играть и большой упор на снайпера команды World Dita Но, опять же, я тоже так бегаю иногда в матчмейкинге с ИВП Я понимаю, насколько важен армор, частую, вот снайперу Так, а вот Блэйд уже находит первый минус Забирает Моу Агрессия от капитана команды флипсайд под десяточкой Приносит свои плоды И в итоге флипсайд раздобыли численный перевес Очень важный минус, конечно же, от Андрея Городенского Мы смотрим за развитием атаки Апдаун под флешку Неудачно, вообще, как неудачно десантировались Ну, и Ян разменялся здесь Кучер Ну, и пока что преимущество по-прежнему у флипсайд Их эти размены устраивают Может быть, даже кто-то там сможет Нет, ну, пока не сможет добыть девайс себе Из этих трех оставшихся фломастеров Так, ну, вот, наверное, ключевая позиция сейчас будет у Электроника Опять-таки же, на плечах этого парня висит огромная ответственность Тяжеловато будет, но мы видим, что потихонечку уже по таймингу смещается потихоньку Марик На шифте, не торопясь Будет прикрывать выход сверху, с девятки Ну, вот как раз таки сейчас мы с вами будем наблюдать передачу «Большая разница» Насколько хорошо или плохо принимал Шара и насколько уверенно или нет Это будет делать Электроник Итак, Марик дал информацию Электроника, что выходят соперники сверху Под флешку запускают, здесь Волоков мешает Но, тем не менее, падает бомба, хороший Электроник Свои два минуса делает, но и при этом Оставляет свою команду с огромным перевесом Кучер один против троих 12 секунд до конца и Блэйд не пропускает Эмили на плейд Ну, что же, фух, должны сказать фанаты команды Флипсайд По-моему, Ворлзедит ни разу не нажал на кнопку в этом раунде Все сделали Да, вот мы обозначили эту роль как одну из основных в этом раунде Но флипсайды справились и без Гоши Болейте почаще, друзья Конечно же Это стадион, киберстадион, на котором нужно кричать и, конечно же, переживать Вот он, тот самый юный дебютант команды Флипсайд 18 лет этому парню Моу уже делает энтрекил и забирает Блэйда Да, опять-таки же агрессия от капитана на этот раз пресекается снайпером команды Гамбит Ну, а что же дальше? Второй раз не прошло, выходит, выходит потихонечку и сотки обдавна Игроки команды Гамбит и Спорт Вот здесь Гоша должен зажигать Вейлэндер, Финн отлично минусует Кучера и дарит надежду А вот и Ворлдедит Да, наконец-то находит свой минус Открывает счет с врагом с АВП Но, мол, моментально отвечает И опять-таки же у нас равенство на карте 3 в 3 Ой-ой-ой, какая ситуация в районе Плэнта Здесь уже бомба пытается установить Кто-то из игроков Вейлэндер падает на голову кучу И что это было? Дядя Митя просто на морозе поставил бомбу Но основную работу делает снайпер команды Гамбит Мол, максимально хорош Куч Куч сегодня просто как в молодости В лучшие годы В лучшие годы Итак, 3-3 Опять-таки же равенство на карте Трейн И у Флепсайд с экономикой огромные проблемы Конечно, если говорить в целом о карте Трейн Это, ну, я не знаю, большинство, конечно, людей привыкло, что это сильная сторона защиты Но, опять же, на топ-уровне Могу не согласиться Здесь действительно можно хорошие, интересные раунды Разыгрывать за атаку Особенно, когда ты вначале немножечко ломаешь экономику защиты То не часто АВП, какие-то недогранаты тоже бывают Ну и, в общем-то, это потом приводит к колоссальным последствиям И к очень хорошему счету для атакующей стороны Кстати, вот знаешь, на что, наверное, стоит обратить внимание На этом турнире была сыграна карта Трейн как минимум два раза до этого И сторона атаки набирала довольно-таки солидное количество раундов Так что то, что Гамбиты взяли 3, еще ни о чем не говорит Конечно, это только начало, но тоже выход по точку B Здесь абсолютно спокойно должны выходить Гамбит Минус 3, остается Вейлендер с Блейдом Но это экономический раунд, вы все прекрасно понимаете Не получилось даже фрагом сделать игрокам Флипсайд И вот-вот Гамбит выйдет вперед на первой карте этого суперфинала Так, ну, пока что паузу выдерживают ребята из Флипсайд Пытаются сделать хотя бы минус в этом раунде Но и Гамбит, в свою очередь, играет максимально аккуратно Давайте посмотрим на деньги, что же там остается Точнее, будет у Флипсайд Там все очень плохо У Егора Маркелова полторы тысячи долларов Даже меньше Егор максимум может рассчитывать на, ну, я не знаю, ФАМАС, Армор и максимум одну-две гранаты Это, наверное, будет какой-нибудь... Ну, возможно, ему кто-то дропнет девайс, но... Ну, в таком случае берут либо МАК, либо UMP45 и идут на какую-то ближнюю позицию Короче, скажу тебе так, АВП в следующем раунде мы точно не увидим Либо двойной ЭКО Либо два ЭКО подряд Вот, кстати, это очень даже реально Да, и посмотри Флипсайды Уже видим два 5-7, один P250 Покупают пока что только пистолеты И это говорит о том, что еще один раунд как раз-таки с простепенными девайсами мы с вами увидим Андрюха прекрасно понимает, что нет, если сейчас закупиться, то это просто они попадут вот в эту историю сумасшедших и неправильных закупок Просто решили спокойно сыграть, ну, а Гамбиту создают темп в этом раунде, очень быстро пытаются выйти в атаку Здесь проспал выход вроде бы Гоша, но его не минусуют, нет, все-таки минусуют жестко, Адрен Ну, просто идеально отыгрывают Гамбиты Очень быстрая, динамичная атака в направлении опунта И, как видим, для Флипсайда опять-таки же все заканчивается без разменов Хорошую игру показывает представитель Казахстана в рядах команды Гамбит, это Адрен Ну, и, в принципе, его коллега Моу точно так же обычно хорошо всегда себя проявляет Ну, и вот по-прежнему АВП в его руках, счет уже 5-3 с Гамбит Ну, и теперь более-менее хороший бай с девайсами, даже с двумя вторыми арморами И, конечно же, полным набором, практически полным набором гранат Там есть некая проблема Маркелова, но мы помним, что у него там по деньгам Так, Кучер был замечен электроником и было все не очень хорошо Ну, кстати, вот такая тоненькая ситуация только что была Тайминги где-то уберегли нас от первого минуса Ну, да ладно Заметьте, схема не меняется, все так же Так же стоят ребята из команды Flipside И, ну, посмотрим, если сейчас не будет что-то получаться, возможно, там кардинальное будет изменение Ближние позиции, где-то агрессивные выходы Ну, а что, на бой выйдут, нет? Ну, попытка выхода на базу боя Итак, Электроник, есть первый минус, Хуча забирает А вот гранаты Flipside восстановили и заставили Гамбит развернуть свою атаку Продали Митю и, в общем-то, попытка номер два в этом раунде от Гамбит что-то сделать и как-то изменить игру Да, добили до Красная Электроника, но Моу также битый, 24 хп Хотя, в принципе, это снайпер, который может стоять за спиной, но... Так, а вот это интересная подсадочка и, по идее, Ворд Эдиты должны сейчас найти Электроник находит своих соперников Что здесь произошло? Этот электрик дикий просто Да, вот как раз-таки молодость и дерзость этого парня Ну, вершат правосудие в этом раунде Столько мы вспомнили поджимы, ну и, конечно же, Flipside Находясь в большинстве позволили себе такой элемент обороны Смотрим зелень, здесь Дося И заметь, насколько это было грамотно У Электроника оставалось всего-то навсего 12% здоровья Он спокойно шел по стопам команды Гамбит Ну что ж, Караш, Дося, Адрен дает минус по Вейлендеру Не все потеряно Хотя казалось, что это уже мертвая ситуация и мертвый раунд Но парни не сдаются по попытке установки бомбы Ворд Эдит минус Дося И Маркелов ставит жирную точку в этом раунде Но пока что, ну, все очень сложно Заставили попереживать на последних секундах Flipside Тем не менее, дальше успокоили Умерили пыл соперника и забрали себе раунд Небольшой повтор как раз после станции Электроника 4-5, Flipside Тоже набирают раунды Но, опять же, мы понимаем, что им необходима какая-то серия Два-три-четыре раунда подряд, чтобы получше все было по деньгам Ну и Гамбит, конечно же, сделает максимум от себя зависящее Чтобы это не произошло Так, хорошая флешечка Я думал, что тут спорный момент такой Ну, флешка в кавычках была хорошая Тем не менее, она, мол, никак не помешала сделать Минус по Ворд Эдиту Как-то долго Ворд Эдит нажимал на кнопку Видимо, не хотел стрелять в ногу Хотел еще подкинуть прицел, но Так, Электроник Зачекал Хуча Или это, нет, Доси Ну и вот уже проблемы Или все-таки Хуч Уже большие проблемы у Flipside Вчетвером С одной стороны, конечно же, это заставляет тебя где-то поджимать и где-то лезть Но об этом прекрасно знает соперник И всегда это очень тяжело отыгрывается Вот такие ситуации для обороны Смотри, Ганклит применяют прием Излюбленный прием команды Flipside Они выдерживают огромную паузу Заставляют Flipside понервничать Но Вейлендер тем временем собирает очень важную и полезную информацию Мартелов подобрал АВП Дал минус Этот парень умеет стрелять в Вейлендер Опять же так же стал на такой агрессивной позиции Марик, вспоминая молодость, просто уничтожает Савика Минус Блейд от Моу Ну и пока что уже в большинстве команды Flipside 3 в 2, Хуч красный Так Ну, Вейд действительно отыгрывает колоссальную роль в этом раунде Собрав всю необходимую информацию Снабжав ею снайпером Ну, действительно помог Flipside Забрать пятый свой актив И Электроник уже по традиции поджал сабдауна со спины Более-менее выравнивается у нас эта встреча Опять же, первая карта этого финала Ну и счет 5-5 Который ни о чем абсолютно не говорит Да, где-то выпадает WorldEdit Пока что мы не видим такое большое количество Там сумасшедших и диких фрагов Больше мы видим Моу, например Так, а вот это было якобы четко, но не до конца Вагон забирает Моу Ну, а вот походу позиция Вейлендера Читаема для Хуча, как минимум Он ждет Митя ждет, конечно же Поджим со спины там просто электроник Каждый раунд прыгал Но теперь электроника нет Но опять же помню, это Вейлендере Бомба установлена 3 на 3 ситуация Очень тяжелый ретейк Плэнта сейчас должны показывать Липсайд есть диффузы Как раз и у Маркелова, и у Вейлендера Но слишком мало КП у WorldEdit Прострелом головы Его забирает Адрен Адрен забирает и Марика В спину Вейлендер Минус один Знает, что под крышей есть Вот старый красный игрок Ну и подозревает, что где-то вот на апдауне Ну, не проверил случайно Нет, не подозревает Да Митя Догадывался, что где-то там должен находиться игрок команды Гамбит Но до конца все же не проверил эту позицию Итак, 6-5 Гамбит В очередной раз не дают вырваться вперед флипсайдам Ну и роняют очень тонкую и хрупкую экономику защиты Да, напоминаю, что карту Трейн выбирала команда Флипсайд Выбор Гамбит, Кобблстоун Который, в принципе, сегодня и мы с вами видели Или и Флипсайд Тоже успели сделать какие-то выводы Кобблстоун выбрали Нет, Кобблстоун выбрали Флипсайды Гамбит Сейчас проверим эту информацию Гамбит выбрали Трейн Гамбит Да, карта Гамбитов Это как раз-таки Трейн Кто это мне подрисовал? Стрелочек А вот это уже Ну да ладно Извиняюсь Кобблстоун тоже интересный выбор от Флипсайда Ну, с учетом того, насколько комфортно себя чувствует электроник на Кобблстоуне Я ни капельки, ни на секундочку даже не усомнился в этом выборе Обычно карта выбирается, понятное дело, под соперника Ну и как бы Сегодня мы уже видели, как там работают ребята из Гамбит Ну да ладно, это уже история Следующая карта 6-5 за Гамбит Здесь экономический от Флипсайд Уже седьмой вот-вот должен зайти Российскому коллективу И в принципе это происходит Вейлендер и WorldEdit остаются вдвоем Абсолютно Ну, сложная ситуация Да, отчаянные попытки найти хотя бы минус Скорее всего закончится провалом для игроков защиты Все под контролем у Гамбит Умирать парни не собираются Ну и как видите, до сих подтверждение наших слов WorldEdit забирает один Вейлендер против четверых И Вей пока что выжидает Что здесь выжидать здесь уже, конечно Ну а посмотри, как он сидит Он строго ждет врыва от атаки Вей Молодец Очень дисциплинированно играют Гамбит в этом раунде Все уходят назад Уходят сюда в душевые Ну и в общем-то вот-вот взорвется бомба И у нас с вами действительно хороший А хороший атака от Гамбит 7 раундов Это уже серьезная заявка на победу в этом матче Так, видишь, задумка Вея была В чем? Найти девайс, который выбил Егор Маркелов В коннекторе? Ну вот там непонятно, где он находился После взрыва бомбы АК-47 мог оказаться где угодно И Вей где-то рассчитывал на чудо А чудо не произошло Итак, хрупкая и тонкая экономика команды Flipside Вынуждает парней проводить два экономических раунда подряд Это уже второй двойной раунд Да За половину На самом деле вот Flipside по-хорошему проиграли только два раунда Electronic хороший выпад вместе с тиммейтом Забирает кучера Конечно, Гамбит уже обладает этой информацией Что два соперника как минимум заходят со спины Поэтому могут себе позволить понаглее здесь действовать В районе Аплента Хотя тут тоже все непросто Ворд Эдит уже У него может быть контакт Электроник уже с девайсом пришел Ай-яй-яй Почти задергали Гамбитов Тем не менее Просто великолепно Гамбиты справляются с пистолетами команды Flipside И выигрывают первую половину 8-5 Минимальный перевес Гамбитом обеспечен Но опять-таки же на этом парни останавливаться не будут Хорошее начало Хорошее начало карты Трейн И в принципе, опять же, понимая, как эти парни умеют обороняться Уже можно сказать, что у Flipside большие проблемы Но эти парни умеют давать всякие чудесные камбэки Уже мы это видели в матче против Тенгри Ну и, конечно же, всегда уважаем Блейда Его мастерство, его капитанство Кстати, вот для сравнения Гамбиты в матче против Вау Это лучший человек на простреле, по-моему, в СНГ Вау Электроник Вот знаешь, вот в такие моменты, наверное, думаешь Что это было? Особенно, когда играешь по интернету, наверное Так подгорает Как ты меня там нашел? Ну, на самом деле Абсолютно дефолтная позиция для защиты И Моу просто четко знает, куда надо стрелять Тренируется Что ты здесь скажешь Так вот, в атаке гамбиты против Тенгри взяли 9 раундов И этого не хватило Проиграли карту за счетом 16-14 То есть 10-5 закончилась вторая половина Гамбиты в защите взяли всего-то 5 Поэтому, зная, насколько может быть мощная атака флипсайдов Гамбитам надо действительно забирать все оставшиеся раунды И пока что они делают для этого все возможное Ну что же, выход на Б Уже в меньшинстве красный хуч Но установлена бомба Моу может очень неплохо отыграть в девятке Есть, по-моему Нет, Молотова Он остается один против четверых Но тут уже просто миссия невыполнима Подрезает Вайлендера со спины Ну и теперь уже Ну, вся информация у флипсайд А взятие раунда здесь речь не идет Но Моу при этом постарается сделать как можно больше минусов И сохранить свою снайперскую винтовку Ну, еще именно с Нолблейда Андрюха все-таки решил прочекать Может быть, повезет Разведет на выстрел и заберет АВП Ну, у вражеского игрока Да, дергал всячески Но Рустем показал максимальное хладнокровие И выстрелил только тогда, когда это было нужно Ну что же, последний раунд первой половины Минимальный перевес Либо перевес в три раунда для Гамбит Мы сейчас с вами узнаем Это всегда крайне важно Вот этот последний раунд при счете 6-8 Забирать и тем, и другим Действительно, для флипсайда Это будет, в принципе, вообще отличная история Учитывая, как развивались события в первой половине Ну, а Гамбит могут уйти в отрыв И если берут пистолет, потом справляются с форсом Это может быть уже 12-6 Поэтому крайне важно сейчас флипам тоже забрать этот раунд Два ВП в атаке Кучеру, кстати, дали тоже Да, вот знаешь, такое очень где-то интересное и креативное решение Вот Гамбит И первая ВП уже работает Ворд Эдит заставляет ошибиться на зелени И, мол, его спокойно забирает Непонятно, почему ты, Гоша, агрессивно там действовал Да, вместо того, чтобы уйти в сторону тупиков Гоша выбежал просто на прицел к снайперу команды Гамбит и погиб Так, ну а здесь? Ну, на тонком действует Блэйд Просто перед носом прошел Ну, Адрена, правда, здесь были дымы Ну и потихонечку Ну, вот глядя на позиции Гамбита Они полностью контролируют карту Адрен, есть второй минус Блэйда забирает Но флипы пытались угадать Отправили троих игроков на точку Б Блэйд остался один И вот если бы он сделал первый фраг То вряд ли бы сюда, возможно, вышла команда Гамбит Но теперь уже имеем то, что имеем Есть минус от Моу И ситуация 2 в 5 практически не берется Но уже тащили Ай-яй-яй-яй Чуток не долетает флешечка И дядь Митя в полете ловит электроника Маркелов Минус 2 уже делает Но вот еще трое соперников остается Это, конечно, будет колоссальный сумасшедший эйс Но пока что нету диффузов даже в руках Маркелова Но еще трое соперников живых Вот сейчас кого-то, может, и нажарит Маркелов продолжает бомбить Гамбитов одного за другим Так, видит апдаун Но флэнти Моу уверенно забирает своего оппонента Вот согласись, по-хорошему Вот действительно ключевую работу в атаке Проделал именно снайпер команды Гамбит Моу делал очень важные, нужные, своевременные минуса Которые позволяли раз за разом открывать все позиции команды Flipside Хорошо действительно работал снайпер Это не какие-то там фраги, когда он сейвил свое ВП, убегал Это действительно нужные, рабочие минусы Итак, вторая половина начнется буквально через несколько секунд И она обещает быть такой же интересной и зрелищной Крайне важен пистолетный раунд сейчас в атаке для команды Flipside Это подарит шанс на какой-то камбэк Без него, как мы и говорили, это уже может быть там еще 12-6 И дальше какая-то финишная прямая для Гамбит Ну вот, был уже один взятый пистолетный раунд со стороны флипов Но не смогли достойно устоять против экономического раунда команды Гамбит Сумасшедшие три минуса от Даурена с Дигвай И действительно это внесло огромные коррективы в экономику Flipside Tactics Сколько эко-раундов играли ребята? Как минимум два двойных, это четыре Плюс там по одному можно посчитать Раундов шесть А то и семь эко было в первой половине Но это жестко, это очень жестко Ну что же, второй пистолет, точнее, вторая пистолеточка начинается Давайте смотреть Вот, кстати, нам отмечают Шесть максимум Да, статуи ворда Дита в защите для снайпера Шесть фрагов, ну, действительно маловато Ну что же, начинается вторая половина Гамбит переходит в защиту Flipside атакует Ну и мы видим, что приготовил нам Блейд Я понимаю, он раскидал дымок Сам пошел разводить И в этот момент пошла команда на точку Б Ну и здесь Доси без фрагов Отличный Ну вот знаешь, где-то слишком уверенно Точнее, сам уверенно сыграл Доси Что позволило флипсайдам сделать уже как минимум три минуса И ситуация два в четыре Установленная бомба и пистолетку флипсайды, скорее всего, забирают Знаешь, вряд ли там Доси сам пошел и стал в эту позицию То есть какой-то, видимо, был план у команды Что-то должен был прикрыть или он должен был уйти И по идее связка должна была быть следующим образом Игрок с десятки должен был с дальнего расстояния Пытаться максимально остановить вот эти быстрые выпады от флипсайдов Но он, походу, по каким-то непонятным причинам Сместился на помощь на плент и Доси оставил одного Ну, в итоге хучь остается один Не дает там сделать лишние фраги своим соперникам Также сейвит свой первый армор Ну и, в общем-то, да, он стопроцентный По идее 2-0 по пистолеткам в пользу флипсайд Ну вот теперь задача показать действительно уверенную игру против пистолетов гамбит Ведь гамбиты могут удивить нас Опять же тот же самый Моу может сделать буквально в соло эту всю работу Очень жестко там отстрелить команду флипсайд тактикс У него идет игра Ребята уже неплохо размялись Они уже проводили одну встречу сегодня Какая хаешечка Просто баскетбольная Прямо под ноги снайперу гамбитов Было бы 2, был бы минус 16% здоровья остается у Моу И опять-таки же со скаутом уже особо не попрыгаешь, не помансуешь С таким-то количеством здоровья Но тоже пытаются все равно что-то интересное придумать в этом форс-раунде гамбиты Ну и Дося здесь вот в позиции, где нужно было сразу давать хедшоты Еще как-то жестко открылся, ушел вправо и получил 7P45 от Вейлендера Пробивается в Эфленд Ну а здесь уже тяжелейшая ситуация для гамбит Так, Егор Маркелов Собирает экономически выгодные для себя убийства Ну и остается в живых только Моу Электроник не понял, что по нему только что стреляли Но как-то вот прослушал этот момент Причем в упор чуть ли не стрелял Моу С большой вероятностью Моу погибнет без минуса Отличный момент, World of the Dead Минус Моу 8-9, ну и флипы начинают тащить В общем-то, конечно, первый оружейный раунд ответит на наши многие вопросы Будет ли все-таки попытка камбэка, выхода вперед от Flipside Tactics И жесткая концовка трейна, либо все-таки гамбита давят Опять-таки же, с учетом того, что гамбиты закупались, а именно форсили события Здесь в первом оружейном мы не увидим снайперской винтовки А все бы прекрасно видели, насколько гамбит зависимый от действия своего снайпера Точно не будет? Да, проверим Точно Там все закупались Электроник Ну, конечно, он может сейчас набить там три фрага и как-то еще добыть себе денег Так, все равно это будет сложно Так, где-то чудесно фантастическая ситуация Итак, счет 9-9 Первый оружейный бай для гамбит во второй половине Ну и попытка не дать флипсайдам выйти вперед Пошумим? Нет? Заснули как-то, ребята, в зале Там на самом-то деле у нас сейчас очень жесткий период карты Когда мы будем наслаждаться хорошими и интересными моментами Надеюсь, поменьше ошибок будет у ребят Итак, закупка команды гамбит выглядит следующим образом Четыре кольта есть и импишка у Доси И как раз-таки этот тивайс отвечает за прием базы боя Флипсайды традиционно для себя Проходят по всем участкам карты трейн И готовят платформу для своей, возможно, мощной атаки У нас тоже подсадка на зелени Там никого нету То есть гамбит, опять же, был бы авик у Моу Может быть, там он появился, но в данной ситуации просто отдают зелень Ну а у нас, если честно, вырисовывается такой мощный выход на точку А Как мы понимаем, возможно, будет фейк Возможно, что-то поменяется после размена Просто посмотри, как закрыто стоят гамбиты Вот за счет отсутствия снайпера гамбит вынуждены создавать какие-то перекрестные огни И это делает их защиту максимально компактной Что открывает огромную территорию для действия флипсайдов Ну и, возможно, подозревают, как будут раскинуты дымочки сейчас флипами И что нужно делать, куда нужно врываться, это тоже, по идее, знает команда Гамбит Но, знаете, это одно, а вот ставить хитшот и делать фраги, это совершенно уже другая история Так, проверка между вагонами Не совсем долетает коктейль Молотова Но ему реальные шансы реализовать свою позицию Вот видите, кто-то не догинул Молотов И флайт погибает Минус от электроника, размен в пользу гамбит Адран чуть-чуть мог погибнуть, его прикрывает тиммейт Кучер И сам он делает минус, но и остается Ворлд Эдит Один против двоих Там в спине уже Досе, но у Гоши... Десять секунд Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Снайпер Мог, мог забрать этот раунд Но для этого надо было попадать по зумам Чего у Гоши, собственно, не получилось Ну что же, хороши гамбит Ну, опять же, вот мы видели, что флиппы, в принципе, все прекрасно знают Ну вот Один недоброшенный Молотов, из-за которого могли сделать антрекил Да, который вынудил бы Казаха уходить с этой позиции, открываться А флипсайды к этому открытию были готовы Ну что же, вот такие мелочи в основном и решают в Counter-Strike Не допускаешь таких мелких дьявольских ошибок Ну, скорее всего, раунды забираешь Теревянщика такого запустили, только вспомнили, что поменьше ошибок, на тебе сразу Ну, ладно, поехали дальше Есть деньги, конечно же, у флипсайды счет 9-10 Чуть-чуть стабилизировали свою экономику гамбит Мы видим, куча работает на ЭБшке На самом деле, вообще никак не стабилизировали С учетом того, что в прошлом раунде выжило всего-то навсего два игрока у гамбитов В случае поражения в этом раунде, в следующем будут 100% пистолетов Ну, я имею в виду, хоть чуть-чуть Ну, закупка, да, выглядит поинтереснее уже И это не может не радовать Да Ну что же, смотрим за тем, что придумает на этот раз Блэйд его команда Уже, правда, без Блэйда в этом раунде Просто команда Просто команда Есть Ворлд Эдит, который, в принципе, еще может настрелять и удивить своих соперников Очень тонкий момент Сейчас у кучера он должен был делать враг Ну, получилось, сделал Достик, правда, продали Ошибка от кучера И в итоге ситуация уже 3 в 3 Занимается закрытый пуэнт командой флипсайд Устанавливается бомба И команду гамбит ожидают очень непростое выбивание Хороший выпад, хорошо разменялись Был просвет для Моу, но Моу промахнулся Вот это да, Электроник забирает снайпера команды гамбита И вот уже флипсайд в большинстве имеют все шансы на победу в этом раунде Один Адрен против троих Но тут даже он не потащит Такое, возможно Ну, сумасшедшая работа от Электроника 3 минуса И флипсайды в очередной раз сравнивают счет в этом матче Жесткая первая карта Еще раз здравствуйте, люди на Твиче, на Игромире Те, кто только недавно к нам присоединились Это финал Адреналин, Сайбер, Лиг Так, а вот посмотреть бы на экономику И посмотри, там просто беда, провал для гамбит У троих игроков в районе полторы тысячи долларов Это говорит о том, что настал тот момент Когда, возможно, и гамбиты будут сливать два раунда к ряду Тут еще вопрос, как сыграют флипсайд этот раунд У них тоже очень мало денег Если там потеряют три девайса Им будет тоже очень сложно и неприятно Но есть энтрекил от Варлдедита Он уходит с двумя хп Повезло немножечко Отпускает его Мол Причем, знаешь, было видно, насколько растерянно действовал Гоша Никак не ожидал увидеть Притык соперника на вагоне Тем не менее, остался жив И это самое главное Так, слышал, слышал Блейд, что доси на релоуде Но дальше уже не рискнул идти на своего соперника И так все Плохо получается у Блейда Именно по стрельбе пока что в этом матче Четыре фрага за двадцать раундов Ну, да, это Это вот та самая капитанская работа Ну, в общем-то, счет на табло Самый главный для Блейда Поэтому пока все неплохо Электроник минус воу Минус доси Хорош, хорош, молодой Шикарно стреляет Шикарно выходит Ну, опять же, общались мы с Блейдом Он сказал, не за стрельбу он играет в команде флипсайда За то, что очень хорошо понимает контрстрайк Хороший тиммейт Дает кучу инфы Не молчит Предлагает, и именно такие люди нужны команде флипсайда А не просто какой-то робот, который набивает фраги и молчит Ну, знаешь, мне кажется, все же где-то Андрей слукавил Потому что электроник попадает максимально жестко Не, ну, когда парень играет хорошо в контрстрайк Опять же, дает инфу и что-то предлагает Да и еще так стреляет, как электроник, то почему бы и нет Ну да, таких как раз-таки ребята надо подбирать Такие ребята нам нужны Итак, 11.10 Есть долгожданное преимущество по раундам для флипсайдов Но гамбиты, кстати, рискуют Не стали проводить второй экономический раунд подряд Закупаются три кольта Фамас и Юэмпишка При этом по гранатам полный дефицит И с арморами тоже не все так хорошо Где-то в такой же истории попадали и сами флипсайд в первой половине Блэйд Маркелов моментально и минус 2 Падают два девайса Гамбит, какой же важный для них раунд А здесь интересная ситуация Выбивает бомбу Адрен, выбивает АВП И это может, если... А, нет, уже не может Уже один Адрен против практически всей команды флипсайд Только я заикнулся, что это просто кардинально может изменить раунд Но падают тиммейты И Адрен, ну, тут не хватит ни патронов Ни стволов, чтобы такое сотворить Отлично, флипсайд И вот, видишь, мы уже увидели, как минимум, небольшое отличие в стиле, игровом стиле обеих команд Если флипсайды не рисковали и действовали более прагматично Сливали на два раза, копили на АВП То гамбиты где-то более авантюрно Они рискуют, они открываются, они пытаются, ну, моментально ответить Ну, знаешь, из того, что мы увидели, лучше бы флипсайд закупались, возможно, в эти моменты И получались у них раунды с фамусами Ну, уже результат есть 12-10, гамбит позади Флипсайды перехватили инициативу этого матча и готовы забирать тринадцатый Хорош, минус 4 Остается один Адрен СЗ в коннекторе Ну и, конечно, тут ему тоже не потащит и такой момент Нет, ну, конечно, какой-то один процент есть там шанс Но вы понимаете, что должны просто наисполнять игроки флипсайд 13-10, World of Duty ненавидит своих соперников По-моему, он капитана не любит Капитана? Ну, он же в лицо капитану стрелял Да-да, группу Блейда Ах ты Блейд Говорит, когда ты начнешь попадать, даже на эко не можешь забрать соперника Ну да ладно, Андрей еще соберется, в этом мы ни капельки не сомневаемся А можно тап на секунду? Ну что, нормально, растет уже все Андрей нужен не для этого Итак, возможно, один из ключевых, а на самом деле даже где-то самый ключевой раунд для Гамбит Проиграй его, дальше будут колоссальные проблемы Так, вот что-то позиция Блейда меня немного смущает Не-не-не, он просто вот, он даже очень жестко вот от чека ушел Если бы дула торчало влево, его бы увидели Мне кажется, он просто от флешки отворачивался Вот обычно под моменталочку чекают игроки защиты эту позицию Или что-то говорил своему тиммейту Ну, потом спросим, что не забудем Короче, если бы просто Адрен зашел, он бы увидел Блейда и сказал Как с тобой приятно иметь дело Здравствуй Да, привет, Андрей Привет, Андрей Ну что же, вот та самая долгожданная, неторопливая атака команды флипсайд Никто никуда не торопится, минута времени позади И опять-таки же флипсайды пока ничего не делают Я думаю, Блейд уже сказал своим ребятам, что берем этот Карта наша В принципе, где-то так, практически Учитывая то, что с деньгами все плохо у Гамбит Залетает 14-й, дальше 15-й Ну и там 5 подряд будет очень тяжело тащить Гамбит и спорт Маркелом забирает Хуча, очень важный минус Дальше Электроник, минус Моу Просто уничтожает снайпера Ну, колоссальное преимущество раздобыли флипсайды Просто молотовый флент Но Андрен ушел от всего этого дела, но только не от Электроника Вот и вид Походу, это как Гешечка Кучер один против четверых Опять-таки же, такой раунд спасти Ну, Блейда, по-моему, грех не забрать Ну ладно, ладно, ладно Андрюха, но это уже даже не смешно Ну, если, знаешь, посмотреть демку, надо посмотреть Возможно, там Блейду просто приходилось Ну вот из того, что мы видим, начиная с момента 4-4-14 Блейд проигрывает абсолютно все перестрелки И абсолютно все равно Пистолет, кольт, ТВП Андрюха действительно не может справиться с игроками Гамбит Я Андрея защищу Он в одном из ключевых закупов открывал десятку И первый Моу убил как раз Это один из этих шести А в следующем раунде первый умер от Моу Это я тоже помню Ну что ж, 2маг7 все-таки что-то наскребли ребята из команды Гамбит и Спорт Ну, не что-то, а это два кольта Ну, опять-таки же, если флипсайды будут действовать грамотно и не допускать ошибки Эти девайсы никак не помогут Гамбитам На про-уровне тяжело играть без гранат, очень тяжело Да, вот гранат вообще нет у команды Гамбит и Спорт Вот и Андрюха наказал Адрана Хотя, по идее, казалось, что вот в такой ситуации мы бы ничего не сказали Максим должен работать в первую очередь Мы бы даже Блэйду ничего не сказали И Блэйд понимал, что, возможно, плохая экономика и будут лезть на рожон Вот как раз игроки Гамбит и Спорт Досю отвечает по электронику 3 в 3 ситуации А вот здесь Блэйд должен был забирать Досю Тем не менее, проигрывает очередную перестрелку 2 в 3 Так как-то особо не накосал Ворд идет сильно, слишком открывается И Маркелов пытается тащить за всех Но нет, Гамбит остаются пока что в игре на первой карте Да, вот как раз-таки желание не отдать ничью своему сопернику Ну, приносит долгожданный результат Гамбитам Они забирают рам в защите и попытаются Ну, как-то додавить флипсайдов за сторону защиты на карте Трейн Ну, додавить пока такой... Пока флипсайд пытаются, конечно, додавить Но, да, Гамбит нужно просто брать все подряд Есть шанс на одну ошибку А можно тап еще на секунду? Есть все-таки шанс? Там не будет денег Лучше не ошибаться Гамбитам нельзя ошибаться в этом раунде Это факт Не, ну, они могут набрать, знаешь, 12-й, 13-й И набить немножечко экономику Если она будет, да, там будет одна возможность отдать 15-й И потом придется переводить игру на овертайм Но, опять же, слишком рано мы забегаем вперед Возможно, сейчас буквально два раунда от флипсайда и все закончится Этот раунд, опять же, идет на победу Для флипсайдов победа в этом раунде Это победа на карте Трейн Для Гамбит, ну, победа в этом раунде Это действительно хороший шанс Свести все на серию овертайма в это раз А второе это, ну, все же выиграть со счетом 16-14 А что же, есть Блэйд в сотке, как всегда Подтянулся на апдаун Вейлэндер Ну и потихонечку проходит зелень Посмотри, как интересно действуют флипсайды Вот дядя Митя, я уверен, на 100% никак не ожидал увидеть Такую подсадку как раз-таки на позиции зелени Ну, Лейда продолжают убивать, да Хотя вроде бы у него такая хорошая позиция Там на него голова выходит и... И спреет, голова спреет Голова спреет, да, еще и убивает тебя Маркелов, Вейлэндер Ну и, в принципе, 3-2, великолепный шанс Сейчас для парней, ну, Досип Какой жесткий хэдшот ставит электронику Если вырубит Маркелова, это все не вырубает Кучер один на один Бордедит Ну, вот она развязка карты Трейн На волоске вырубают раунд флипсайды И тем самым полностью роняют экономику гамбитов Хорошая карта, хороший матч Ну, давай подождем все-таки Мы видели уже, как флипсайд вытягивали со счета 11-15 Вот такой где-то же раунд Абсолютно ни с чем Но разница в чем То, что казахи команда неопытная И они побежали в аркаду Блэйд С большой вероятностью Привет, привет, гранаты Дядя Митя просто на ноге пронесся Вейлэнд разобрал Потеряли также электроника С учетом того, что есть живой Блэйд Был Блэйд Дает минусы и уже 3 в 2 в большинстве Уже с калашом команда гамбит Опыт, говоришь? Да, ну вот такой агрессии от защиты Никто не ожидал Вот этот парень, конечно, может сейчас потащить за всех Вместе с хорошим снайпером Да ладно, кучи! Что? Да, вот это отпрыгнул с лестнички В итоге Ворд Эдит один против троих Уже прячет снайперскую винтовку Не хочет отдавать этот дорогостоящий девайс Ну и подобрал АК-47 Все же постарается подтащить этот раунд Слушай, ну этот раунд последней надежды Я вот постоянно вижу это на трейне Это невероятные какие-то минусы Как же собрались гамбиты Итак, первый маппоинт отыгран Какой момент, причем Ну все показали Хорошо себя, по идее Я ожидал, что флипсайпер готовы к такой наглости Вот, спасибо Реакция Р, реакция Он успел приземлиться или нет? Да Ну, с экрана соперников выглядело С экрана Егора Маркилова Это был просто сумасшедший минус в полете Но опять-таки же Это с экрана соперника Кучер четко приземлился И моментально отвесил плюху Егору Ну что же, игра не закончена 15-12, борьба продолжается Попытка быстро выйти на точку Б Либо хотя бы поставить бомбу заканчивается ничем Выбивают и бомбу, и игроков выходящих Минус от Кучера И вот только сейчас его забирает Электроник Ну, правда, соперников уже слишком много Да, уж непростая ситуация для флипсайдов Маркилов один против четверых Ну, тут даже дело до установки бомбы не дойдет Егора должны забирать И тоже это будет Это Моу 15-13 Еще два маппоинта нужно отыграть Гамбит Еще два Вейду надо сделать минус Вот от минуса Андрюхи будет очень много зависеть Сейчас психанет пойдет Эйс, сделай Просто надо развалить Семь Пока что Кадек Они Говорят Так Пойду развалю бомбу Тут главное Хотя бы уже не умирать Ну, это действительно очень важно Итак, задергиваем Моу Моу не попадает с ВП Ну, Андрюха Ну, умеет он такие вещи делать Вот в такой ответственный момент Рисковый парень Уже вот в одной позиции Я думаю, Блейд для себя много выводов сделал Увидел одного снайпера вот на этом вагоне И уже расставил в голове мысленно всю команду вражескую По позициям Ну, и смотрим, что приготовили флипы Возможно, вот самый важный раунд Конечно, пока что первая карта Но посмотрим, что потом будет дальше На второй, а может быть, даже и третий Ой-ой-ой Вон садит уверенно Ох, еще и тиммейты спасают Как четко А вот это зря А вот это зря Моу, успокойся Потерпи, Егор Маркева В буквально секунду Ворд Эдит должен был Моу забирать без проблем Подмешал тиммейт У Адран, минус Электроник Да ладно, Дося забирает Вейлендера Ну и ситуация 2 в 4 Блейд и Ворд Эдит Ну что, Андрюха За всю боль За всю карту Звездный час для капитана команды Флипсайд Вот теперь надо показать На что ты действительно способен Андрей Привет, Андрей Бомба падает Ворд Эдит, его нашли Ну и все-таки Еще один Раунд для Гамбит И у Флипсайда Остается всего-то навсего Один маппоинт Ой-ой-ой, подожди Да Мало времени 11 секунд на таймере Минус 2 И еще двоих нужно вырубать Как-то ставить бомбу Это нереально Моу вырубает Ворд Эдита И это действительно 15-14 Безвыходная ситуация для Гоши была на самом деле Да, молодец Да, попотел Да, сделал два минуса Но опять-таки же на общей картине раунда Это никак не отразилось Вот Гоши на самом деле После двух минусов Надо было уходить на сейв Это было бы гораздо полезней На Кураже пытался действовать Яскин Но не прочувствовал ситуацию до конца В итоге последний раунд на карте Трейн Флипсайды проведут с пистолетами в руках Одна ее импишка Четыре пистолета А именно два тэка Дигова и П-250 При этом по раскидке Все просто хорошо И, кстати, вот на самом деле Это тот самый шанс Показать нам раскидку Аплента Максимальное количество дымов Которые отрезают позиции защиты И после этого бомба ставится Ну, тачдауном Бесконтактный выход, называемый Это так Но что придумают флипсайды В первую очередь Зависит от их капитана Нужно, опять же, как-то реализовать Вот эти вот Не очень хорошие девайсы Сдалека Ну, их, наверное, никак не реализовать Это нужно идти в упор Опять же, в упор тоже рискованно Нужно неплохо раскидать своих соперников Ну, давайте смотреть, в общем, что произойдет Раскидка Б-Плента Запускают на точку игрока Это был электроник Но никто не смог выйти на размин Здесь слепой Доси Его разменял Наконец, в Ордедит Здесь помощь ему Кучер Кучера нужно забрать Но нет, он забирает И еще и Бэйлендера Камиль Бросболиколепно То, что с Андрюхой Не идет прудьба На первой карте Ну и остается у нас Маркелов И это 15-15 Все-таки дотащили Дотащили Гамбит Первый характер Вот это характер Кучер у Гамбит Зали 9 раундов в атаке Все шикарно Потом переворот от Флипсайда Казалось бы, все Но нет, Гамбит снова отвечает Ну, в общем, поехали дальше По три дополнительных раунда Удачи командам Гамбит остается в защите Ну и понеслась Так, там что-то интересное происходит Флипсайды в начале этого раунда Занимают, возможно, ключевые позиции На открытом планте И вот он врыв от электроника Под флешку Не справляется с Адреном Кучер находит ворда Дита И пока что все идет По плану команды Гамбит Мирососнову по Маркелову Блейда нашли также Да что ж, такой Адрен хорошо Забирает вражеского капитана И Вейлендер остается один У разбитого корыта Полная вражеская команда Нет бомбы Ну, хоть калаш в руках есть Ну, с учетом того, что Стартмане 16 тысяч Экономических раундов Удивительно С большой вероятностью не будет Но все же Вейлендер постарается сделать Как можно больше минусов И всячески навредить экономике Команды Гамбит Вейлендер забрал Моу Ну и сразу погибает Аддосия Выходит вперед команда Гамбит и Спортс Уже все становится крайне интересно Ну, бывает такое, что 16 тысяч не хватает Но это когда двойной АВП отдается в защите И еще там раз двойной АВП Ну, с другой стороны, знаешь, вот чего мы не видели В первой половине на карте Трейн? А именно Большого количества оружейных раундов В исполнении Флипсайда Мы видели как минимум два двойных экономических Мы видели просто в соло два или три эко Короче, Гамбиты по-хорошему выиграли Восемь раундов против пистолетов В первой половине У своих соперников Ну что же, Блэйд уже где-то либо по Молотову Да, по Молотову прошелся Но, тем не менее, нормально пока что ХП уже под старой крышей Не знаю, прочекает ли Адрон или нет Не прочекает, погибает первым Да, у Андрюхи вообще не заходит У Электроника тоже Адрон вычисляет в дымах своих оппонентов Просто там еще и третий пошел по одного Самое смешное, что этот дым накинули Флипсайды И сами в него выходят Марик, наконец-то Забрали Адрона Может, еще и Кучу достанется Нет, Куча уходит Три-четыре ситуации сложнейшая для Флипсайда тактика Да, есть время, но нужны фраги От Бомб Дедита, например, Вейлендер подключается С апдауна Куча забирает Маркелова А тут Вейлендера тайминги Слышал, по-моему Нет? Нет Куча отлично работает И все, Бомб Дедит Вряд ли что-то сможет сделать Да, в упор не попадает И это очередной раунд для Гамбиту Вот так вот защищаются парни Я уже не помню, какой-то седьмой подряд в защите Ну, если брать вторую половину Счет 15-11 11 11 Можно тап? А тут сбивается счетчик Тогда не нужно Спасибо Ну что же, последний раунд Первой половины овертаймов Пока что действительно железобетонный диффенс В исполнении Гамбита И флипсайды ничего с ним поделать не могут Тихо, тихо Жена Страшно за Гошу Кучер уже с ВП забирает Вейлендера Отличный очередной антрекил от защиты Ну, опять же, это ни о чем не говорит Нужно будет точно так же Вот Братить раунды за атаку И, наверное, тоже будет сложно на Гамбит Хотя посмотрим Они уже на кураже просто могут снести флипсайд Так, а вот Я бы попросил все же еще раз нажать табуляцию 7 фрагов, 5 ассистов, 25 смертей Со счета 15-11 Блэйд по-прежнему не может найти свой минус Плохо Плохо отыгрывает капитан На карте соперника Коэффициенты довольно равные, кстати, на эту встречу Чуть лучше они за команду флипсайд Порядка 1,7 Ну, а на Гамбит 1,9 2,0 Такие разные кэфы Блэйд Маркелов Хотел сказать, подарили надежду Нет, еще есть шансы Ворлддит Маркелов Ну, Хуч заходит в спину Маркелова забирает И все тот же Яскин Один против двоих 35 секунд до конца этого раунда И позиции защиты максимально аккуратны Все, нарвался Ворлддит Нашли его Ну, и потихонечку Кучер ждет Кучер ждет Пытается, понимает где-то Ворлддит Что здесь находится соперник Так, разводит Кучера на выстрел Свич девайса Ну, и тут еще надо бомбу подобрать Как-то поставить 14-13 Возможно, и успеет, кстати Да, успевает Вообще спокойно Ну, осталось только отмансовать грамотно Против позиции Хуча Очень нужен раунд Хотя бы один флипсайд 3-0 Это будет слишком сложно Это будет просто невероятно сложно Умеют, конечно, тащить флипсайд Но Не каждый же день Ну, вот парное выбивание Это то, что надо Гамбитам в этом раунде Кучер Четко попадает Кучер Как старое доброе 18-15 И теперь уже 3 маппоинта У команды Гамбит Да, как же быстро перехватили инициативу Гамбиты И теперь они имеют реальные шансы Забрать свой пик Хороший матч, друзья Хороший Шикарный Интересный Ну, вот я читаю комментарии Да, тут 8 раундов без фрагов Ну, на кону Напомню еще раз 25 тысяч долларов И чемпионский титул Адреналин Сайберлиг И походу Гамбиты серьезно настроены Хороший Еще раз повторюсь Очень хороший матч Я надеюсь, что и следующая карта Будет не менее интересной Вот, потому что Разгромы не всегда Вот Интересны людям финалы Извиняюсь за тавтологию Ну, что же, поехали 3 маппоинта У Гамбит Под флешечку не попадает По идее, простой Минус должен быть для Ворда Дита Но он не попадает и второй Выстрел И просто провал уже 3 килл от атаки И, по-моему, 4 фрага До первой карты Для Гамбит Да, супер хороший шанс Для Гамбит Реализовать уже первый Маппоинт Но Причем сами пришли Но, опять-таки же Гамбиты Ну, знают и понимают Насколько флипсайды Даже в меньшинстве опасны Конечно же Но это карта Гамбит Все-таки не забываем Именно они выбрали Детрейн Меня уже поправили Ну и дальше Любимый Кобблстоун Электроника Ну и уже, наверное, команды флипсайд Вот тут будет вопрос к флипсайдам Смогут ли устоять после такого морального удара Доси тем временем, кстати, забирает Вау Эндера Подобранное АВП 3 АВП в атаке Обратите внимание Так же Кучер, Моу и Доси Хороший фраг по электронику Блэйд Маркелов Ну, это просто невероятное будет Если они вытащат В 25 Такую сложную ситуацию Ну, что же Есть первый минус от Маркелова 41 кп остается Вот ключевая позиция Супер момент Андрей должен брать инициативу в свои руки Хотя бы Досику можно забрать Досик не попадает Ну-то что ж такое 10% здоровья Блэйд Находит свой минус Второй, ну, наконец-то Ну, а дальше Адран Победа команды Гамбит на первой карте Поздравляем Они выходят вперед У нас, друзья, небольшая пауза Задим отдохнуть командам Напряженная первая карта Ну, и на самом деле У аналитиков есть Огромное количество поводов Поговорить по итогам И по результатам карты Трейн Да, здесь действительно Можно поработать очень долго Весь перерыв Можно полчаса рассказывать Что было Отмечать ошибки И так далее И тому подобное Поэтому не будем затягивать Передадим слово нашим коллегам Ну, а мы видим Что Вейлендер немного расстроен